Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать! Итак, у нас сегодня с вами карта дня на 19 мая 2022 года. Прогноз у нас для представителей всех знаков Содиака. Давайте посмотрим, что ожидает нас в этот день, 19 мая 2022 года. Так, общая карта дня. Но день будет неспокойный однозначно, то есть здесь могут быть какие-то выяснения отношений, могут быть споры, провокации какие-то. В общем, день может быть какой-то конфликтный и, скажем так, тревожный. Вы будете пытаться кому-то что-то здесь доказать. И прежде всего, я думаю, что вы будете пытаться доказать именно самому себе. Вы должны любым способом получить вот эту победу. Вы должны что-то определенное для себя решить, что-то прояснить. И вы будете показывать свою значимость, да, на, скажем так, по сравнению вот с другими людьми, да, на фоне других людей каких-то. В этот день вы захотите действовать, да, в этот день у вас будет какая-то цель, и вы захотите действовать. И мало того, что у вас будет желание, вы еще и перейдете к определенным каким-то действиям. Проявите решительность. Проявите решительность. Давайте посмотрим, в чем будет заключаться позитив 19 мая. Позитив будет заключаться в какой-то работе. Вот то, что я и говорю, вы будете себя каким-то образом проявлять, показывать. То есть, может быть, вы кому-то хотите себя зарекомендовать, показать, что вы тоже там что-то умеете конкретное, да. Что вы там не хуже остальных, что вы лучше остальных. То есть, вот какая-то у вас здесь будет, ну, вот жилка связанная с конкуренцией. То есть, вы будете себя отстаивать и сами себя будете продвигать. В позитиве что? Кропотливый какой-то труд. То, что у вас получается очень хорошо. Если это не касается работы, вы можете заниматься какими-то домашними делами, хлопотами, да. То есть, что-то выполнять по дому, украшать. Возможно, вы будете делать ремонт какой-то, что-то улучшать будете. Но это все будет, потому что вы так решили. Знаете, это такое ощущение, когда в паре, ну, вот кто-то хочет уже сделать поскорее ремонт, да. А кто-то говорит, что нет, давай подождем, давай потом. И вот когда уже все, знаете, терпение лопнуло, уже тот, кто хотел сделать ремонт, сам уже пошел и что-то начал делать, да. То есть, вот скажем так, подав пример там всем остальным, что уже все, хватит терпеть, давайте действовать. То есть, вот какой-то порыв у вас будет определенный. Так, а что будет в негативе 19 мая 2022 года? Ну, в негативе здесь могут выпадать вам финансы. Знаете, возможно, будут какие-то проволочки с деньгами, неправильная какая-то безрассудная трата денег. Может быть, вы что-то хотели купить, откладывали, кстати, на что-то деньги, да. И в итоге получится так, что вот этот товар, допустим, да, или там, неважно что, или услуга какая-то, в общем, поднялась в цене, да. То есть, и вы здесь просто будете думать, ну, я же так тяжело работал, мне эти деньги там дались вот как-то не сразу, допустим. То есть, вы, возможно, собирали и повысилась стоимость, допустим, там на что-то. Ну, вот какое-то чувство разочарования у вас может быть по этому поводу, потому что то, что вы хотите, в итоге вы, может быть, и не купите. Потому что посчитайте, что обойдетесь, в принципе, без этого. Вот это будет в негативе, может вот такое проиграться. Какие-то проволочки, допустим, с перечислением денег могут быть. Да, то есть, вам могут перечислить деньги, или вы можете кому-то перечислить деньги, но они будут долго идти. То есть, вот как будто бы транзакция как-то зависнет, и что-то будет долго к вам идти. Так, в негативе что? В негативе вам могут сделать еще какое-то предложение, которое, по сути, для вас будет не очень хорошим. Но вы это поймете, да? То есть, вам могут что-то предлагать такое, что, ну, будет, скажем так, для вас неприемлемым. И вы это пресечете. Так, на что следует обратить внимание 19 мая? Ну, вы устали. На ваше здоровье обратите внимание, на то, что вы много работаете, вы очень много на себя взяли. И, в принципе, вы за собой тянете огромный какой-то, на себе тянете огромный какой-то груз. Смотрите, вот эта карта, да, человек, куда он смотрит, куда он направлен? Он направлен на тройку Пентаклей. Тройка Пентаклей. Знаете, вот такое ощущение, что здесь может быть встреча вот двух людей, да? Один человек вот как бы не обременен ничем, плывет себе по жизни, по течению свободно, да? А другой человек, допустим, не знает, за что раньше ему схватиться, что ему вот раньше выполнить. И вот здесь может быть как недопонимание какое-то. Тут нет, вот, может быть, и будет выяснение как вариант, может быть. Но смотрят они, в принципе, в одном направлении. Но как-то у каждого разная судьба, разные обстоятельства какие-то. Ещё, знаете, тут такое ощущение, что тот человек, который выполняет более лёгкую работу, да, на него, ну, или как-то он приукрашает свою работу, вот на него обращают внимание. А тот человек, который тянет на себе всё и, знаете, старается везде успеть, и на нём, скажем так, ответственности куда больше, и он с ней справляется, его не замечают, на него не смотрят почему-то, да? Вот обратите внимание на такого человека, вот что. Его не замечают, а обратить внимание стоит. Так, какая карта характеризует личные взаимоотношения 19 мая 2022 года? Ну, в личных взаимоотношениях будет, в принципе, всё стабильно. Вы можете узаконить ваши отношения, да, то есть здесь может быть вступление в брак или же может быть развод, допустим. Оформление, совместное оформление каких-то документов, да, то есть это может быть какая-то сделка, может быть, вы будете совместно что-то здесь вот покупать, продавать, да, то есть вот вы будете действовать не сами, да, то есть вы будете действовать, скорее всего, что в паре. Честность, да, честность, порядочность в отношениях, прояснение всех каких-то там вопросов, непонятных ситуаций, допустим. При этом я думаю, что вы в этих отношениях можете вернуться к чему-то тому, что было когда-то давно, да, то есть это может быть год назад, два года назад, то есть вы какую-то тему поднимете, да, вот этот цветок, он уже у нас там где-то на полу туда, вот, вы какую-то тему старую поднимете и вот решите её обговорить как-то, достичь какого-то баланса, достичь равновесия и поставить все точки над «и». Может быть, вы совместно будете работать над какими-то архивными документами, старыми документами, да, то есть вот вы можете как-то кому-то обращаться, допустим, за помощью, чтобы вам помогли поднять там те или иные какие-то бумаги, да, восстановить что-то, допустим. Но вот вы как-то в паре с кем-то будете этим делом заниматься. Так, хорошо, давайте посмотрим, что ожидает в работе 19 мая. О, король мечей, ну такое. Ну, в этот день важную роль будет играть некий мужчина, да, то есть это может быть ваш начальник, допустим, там, ваш директор, ваш партнёр, то есть человек достаточно с таким серьёзным характером. И, да, основная характеристика, основная карта дня – пятёрка мечей, и здесь выпадает у нас король мечей. То есть тут какая ситуация, что-то важное будет в ваших делах, в вашей работе. Во-первых, это может быть появление какого-то человека в вашем кругу, в вашем обществе. И вот вы с этим человеком как будто бы вступите на линию борьбы, что ли, то есть вот напряжённые отношения с этим человеком могут быть. И вот ваша цель, вы будете стараться достичь всё-таки, знаете, как-то… Вы будете желать, точнее, чтобы всё было по-честному, да, чтобы всё было по-честному. Но у меня такое ощущение, что этот человек честно действовать не будет. То есть это достаточно такой, ну, вот серьёзный какой-то противник для вас. Но, тем не менее, смотрите, вот если мы говорим, да, мужчина-женщина, допустим, у короля мечей есть меч, да, то есть, ну, в принципе есть меч, да. Здесь у нас выпадает правосудие, у которого тоже есть меч. То есть здесь у мужчины, да, у этого человека, он настроен воинственно, он, знаете, как бы пытается как кого-то прогнуть, пытается диктовать свои условия, показывает свой характер, допустим, показывает, ну, вот демонстрирует все свои какие-то негативные качества, к примеру, да, потому что мы ориентируемся, вот эта пятёрка мечей, здесь какая-то борьба, то со стороны, допустим, женщины этот меч опущен, она не хочет воевать, она понимает, что правда на её стороне, сила на её стороне. Ей не надо этот меч поднимать, держать, она пытается сохранить баланс. Потому что в любом случае, как бы здесь уже кто прав, кто виноват, ну, уже понятно. Но данная женщина будет пытаться как-то сохранить баланс, не усугублять ситуацию, хотя будет достаточно тяжело сохранить какое-то спокойствие. Так, давайте посмотрим, можно ли 19 мая 2022 года давать деньги в долг. Нет. Можно ли 19 мая 2022 года брать деньги в кредит? Можно. Вот, кстати, этот баланс, вот эта умеренность, золотая середина, о которой мы говорили, правосудие, да, то есть и гармония. Так, хорошо. И какой общий совет карт для представителей всех знаков затягивания 19 мая 2022 года? Ну, пара. Вот у меня такое ощущение, что здесь какое-то будет выяснение в самой паре. Смотрите, здесь может быть, ну, расклад общий, да, незабываемый об этом, поэтому проиграться может быть у всех, проиграться может у всех немножко по-разному. Смотрите, какая ситуация. Тут явно будет какой-то конфликт, конфликт, встреча, да, интересов вот этих и как будто выяснение отношений, да, то есть или какие-то напряжённые отношения. Мы видим мужчину-женщину, да, то есть вот то, что я вам сказала, меч у мужчины поднят, то есть он настроен очень как-то критично по отношению, да, к этой даме и жёстко, вот я бы сказала жёстко, то есть нехорошо, вот что-то нехорошее идёт от него. Женщина наоборот, она чувствует и понимает, что за ней стоит ангел, да, то есть у неё есть конкретная защита, у неё есть сила на её стороне правда, на её стороне закон, допустим, то есть поддержка кого-то, то есть вот свет вот от этого человека, от этой женщины идёт определённый свет. Если здесь тьма, то свет. И смотрите, что мы видим, интересно карта или где, смотрите, что мы видим, что вот этой борьбе придёт определённый конец, она закончится. Рано или поздно она закончится, это временно какой-то, это временная ситуация, в принципе уже всё подходит к концу, да. Что мы тут видим, да, если вот у этой женщины, у неё идёт поддержка как бы от высших сил, к примеру, да, то есть ей даются эти силы, ей даётся терпение, даётся как-то любовь, понимание там и так далее, и так далее, и так далее, то есть как-то так. То, что здесь со стороны мужчины? Со стороны мужчины идёт здесь повешенный. Он не может действовать в полной мере. Он ограничен в своих каких-то возможностях. Он пасует в какой-то степени, да, и по большому счёту в данной ситуации он зависим от данной женщины. Вот она. Она перед ним открыта. В этих красных одеяниях она не скрывает свои чувства, она не скрывает, допустим, но она вообще ведёт себя достаточно открыто и не наигранно, она не играет. И смотрите, зонт её здесь опущен, как и меч опущен. И вот этот человек будет перед этой дамой пасовать. Он будет крутиться, её лить, знаете, всё, что угодно делать, но он будет пасовать, и он от неё зависим, как ни крути. И вот что здесь выпадает в совете? Для мужчины здесь разное. Вот я почему вот это обрисовала, потому что здесь разный совет. Для мужчины необходимо пересмотреть свою линию поведения, пересмотреть свои ценности, потому что то, что происходит сейчас в вашей жизни, что-то идёт неправильно. Вы как будто бы на привязи у чего-то или у кого-то, да? То есть вот вам необходимо всё пересмотреть, потому что пошло развитие не по правильному какому-то пути. что-то пошло не так. То, что касается женщин. Вы должны набраться мудрости, терпения и наблюдать за этой ситуацией. Не проявлять, не спорить, допустим, не выяснять ничего. То есть вы должны просто набраться терпения и ждать. Вы увидите всю вот эту раскрутку ситуации, вы её увидите. Она будет перед вами, ну вот перед вами, перед вашими глазами, на ваших глазах. Ну вот как-то так. Давайте посмотрим ещё общий совет карт. Итак, общий совет карт для представителей всех знаков зодиака на 19 мая. Жизненное предназначение. Цель вашей жизни – нести служение так, чтобы это доставляло великую радость и вам, и другим. Вот видно, этот мужчина, ну вот этот человек, да, ваш руководитель какой-то, ваш партнёр, вот что-то он сделал не так явно. Не мучайте себя поисками смысла жизни. Да? Не следует, не следует идти на какие-то конфликты, выяснения там или ещё что-то. Просто сосредоточьтесь на служении, как на своём предназначении. И это предназначение послужит вам. Поэтому вам даётся определённая сила, вам даётся определённые возможности. И по данному раскладу я бы так сказала, что у вас есть защита. Вот так. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго. Спасибо.